Рад всех вас видеть. 10 вопросов хотел задать вам, для того, чтобы будущие ученики могли послушать, как у вас все начиналось. Вопросы составлял я сам, зная проблематику, которая была при обучении. Я думаю, каждый может коротко объяснить, рассказать. Я буду один вопрос задавать, вы будете просто его рассказывать от своего имени, как вы это считаете или как вы это видите. Начнем с первого вопроса. Как вы пришли в эту школу, Арго? Кто хочет, давай, Катя, микрофон включаем тебя. Я думаю, что первая история, она была четкой и конкретной у всех, кто проходили проверку, был интерес. У меня после повторных проверок выяснилось, что есть история про души и Влад. Проводник душ. Ты проводник душ, да? Всем привет, я Катя. Второй поток. Отдельный путь. Тройничок. Привет, Владислав. Любови нет. Поэтому, значит, есть история про то, что Влад, учитель, конкретно говорит, ну, типа, слушай, я могу научить тебя, как с этими душами работать, ты ж не будешь нам каждый раз звонить. Надо как бы вот тебе пойти поучиться. Ну и все, я как с комплексом отличница, хорошая девочка, но если надо пойти поучиться, так надо поучиться. В первый поток я не успела, а на второй, ну все, запишите мне, пожалуйста, надо идти. Отлично. Хорошо. Что следующее? Ну, давайте я скажу. Давай, Стас. Пока у меня время есть. Да то же самое, ну, куратор, это я потом уже узнал, потихоньку на эти ресурсы выходил, постепенно попал вообще на ваш ролик. Один раз вышел, послушал, залип сразу на все, начал нон-стоп днем и ночью, только пока я спал, не слушал. А так вышел, не знаю, недели три, наверное, четыре, я слушал, созрел на чистку, поверил. Вот, и с тех пор я, когда чистку прошел, услышал свой сеанс, я вот тут уже молиться начал, лишь бы в школу. Стас, на словах молиться подвис. Интернет, наверное. Наверное, там интернет, там же дороги. Ну, хорошо, давайте, пока оно подвисло, там Стас потом вернется. Кто следующий хочет? Давайте я, всех приветствую. Кто торопится там. Давай, Юля. Всем привет. Привет, Юля. Это третий поток. Я как-то случайно упала на ваш ролик, открыла и сразу мурашки, сразу поняла, что открывается новая дверь в новый мир. Срезонировала, да? Да, конкретно. И я поняла, что я хочу сразу, я вот послушала два-три видео, да, и решила сразу почистить себя и своих детей, но окружающие были не готовы, тормозили меня немножко, и я решилась пойти только сама на чистку. И просто я понимала, что, ну, это не объяснить, это такие чувства, что это как будто что-то родное, вот все ваши команды, это как будто у меня в голове повторялось, как будто я уже их где-то слышала. И для меня это было прям, я все понимала, да, что за портал тут, потому что я сравниваю сейчас с моим окружением, когда мы сейчас об этом разговариваем, они не представляют, что такое воронка, что такое вообще, что мы делаем, да, а я это как будто сразу понимала и знала, что я хочу чистку, и после чистки у меня, вот честно, месяц был провал душевный, я была пустая, такого еще не существовало у меня. Я не знала, как я себя чувствую, такая пустость, и вроде бы и хорошо, а с другой стороны я не привыкла, и я вот месяц от чистки, отходила. И потом, после чистки, после слов куратора, были эмоции, были слезы, была радость, и я сразу поняла, что третий поток — это мой поток, люблю троицу, так что... Как я была дома с детками, еще не работала, не хотела напрягать мужа, давай, думаю, откуда брать копейку, да, и началось все так поворачиваться, крутиться, и вот они, копеечки, вот возможность, муж дали там отпуск долгий, да, и... И это прям все двери открылись, я прям... Иди, Юля. Отлично. Очень хорошо. Да, я готова. Хорошо, дальше. Что следующее? Стас не договорил пока на связи. Давай, Стас. Ну, после сеанса получилось так, что я молиться начал, лишь бы взяли в школу, слава Богу, всем высшим и всем присутствующим взяли, отучился, и, ну, у меня сразу это легло, сразу почувствовал моё, а сейчас давно уже осознание пришло, что я именно это искал всю жизнь, как бы, не материальное, не именно денег зарабатывать, работу там, все это как бы было, а именно духовное. Отсюда вырастает много, такая ширина разрастается в дороге, что она просто в конце крайне не видна. Ты просто видишь с другой перспективы всё, совсем по-другому, с другими знаниями, понимаешь, что ты не заложник этого всего, ты можешь менять эту реальность, ты можешь воздействовать на неё, ты можешь, всё, что ты даёшь, получаешь назад, соответственно. Поэтому, да, регрессивный гипноз имеет очень широкий спектр, я не знаю, в какой профессии его только нельзя применять, даже твоя интуиция развитая, ты можешь в своей работе применять, и ты уже применяешь её, как и защита, и все остальные дела, всё отлично получается. Хорошо, идём дальше, не теряем времени. Я могу, раз все хотят, все молчат. Давай, Влад, ты попал. Аналогичная история, так же, как и у ребят, в один прекрасный день я попал на ваше видео, Влад и Вера, и да, меня удивила эта вся техника, и тоже оно сразу, мгновенно, с первого видео оно стрельнуло, потому что поиски были чего-то неопределённого, не знал, что искал, но на ваше видео, когда попал, понял, что вот оно, это то, что надо. Естественно, потом списались, почистились, и тоже первое желание было, конечно, помогать, вернее, скорее, если по-честному, вторичное желание было помогать людям, а вот если Влад с Верой помнят, после основной чистки меня, по-моему, чистили ещё раза два или три, и всегда интерференты говорили, что, говорит, у него есть интерес, но нет намерений. И мне очень жутко было интересно разобраться, что же это за такое намерение, и как это всё будет дальше работать. Слава Богу, разобрались, добрались, отучились, теперь знаем, что такое намерение, и с успехом помогаем людям. И все сущности это испытывают теперь на себе, твои знания. Да, абсолютно верно. Отлично, хорошо. Следующий. Игорь? Ну, давайте, да, всем привет. Привет. Я из второго потока. Ну, тоже история такая же, в принципе, как и у всех. Сначала всё началось с чисток, попал на ваш канал, срезонировало. Чуть ближе микрофона. Попал на ваш канал, срезонировало. Нормально? Слышишь? Да, да, так лучше. Срезонировало, пошёл, прошёл чистки у вас. Ну, основную роль, конечно, сыграло встреча с куратором, вот, где я узнал, что в прошлой жизни я работал, так сказать, в космической полиции. Вот, ну, и это, наверное, натолкнуло, что-то на учёбу, конечно, я уже в последний момент, когда вы объявили уже об учёбе, когда у меня возникло интерес, какое большое желание, вот, вот, в этот момент я и начал. Ну, тоже прошёл какой-то промежуток времени между чисткой и твоим решением, да, когда ты осознал, понял, и понял, что нужно идти в этом, продвигаться в этом направлении. Да, это было осознанно абсолютно. То есть это не спонтанное решение, а продуманное и понятно, хорошо, отлично. Лёля, красавица наша, редко тебя видим. Благодарю, принимай. У меня история получилась, ну, немножко другая. Мы с Владиком в Сафроне уже очень много лет знакомы, и до этого мы с ним уже в Монреале здесь оказались, уже несколько лет как общались. И как-то я ему написала, он говорит, вот, я прошёл чистку. А он знает, что я всегда интересовалась такими дисциплинами, мне всегда было интересно. Торология, Торо, в общем, всё, что только можно было энергетически, интуиция развита. То есть мне всегда это было интересно, мы с Владом это очень часто обсуждали. И это тоже. И когда он сказал, что за чистку, он прошёл, я сказала, покажи мне, что это такое. И всё. Я услышала, как сейчас помню, Анастасию какую-то вычистили. Я это услышала, и я настолько с первой минуты погрузилась в это, что ближайшие 4 месяца, вот история с Астасом похожа, я по 6 часов на работе, мне работа позволяет, просто по 6 часов слушала сеансы. Я была настолько погружена в саму идею, в сами разборки с сущностями, очищение, как Влад вёл эти все чистки. Я просто себя подготавливала. У меня не было сомнения, я хотела сразу проходить эту чистку, но я себя к чему-то вот как-то готовила. Мне надо было подготовить семью, потому что муж на это никак не реагировал, это всё не про него и так далее. И я должна была это всё как бы для себя внутренне подготовить, плюс я должна была подготовиться материально, естественно. Когда я прошла чистку, естественно, ну все прошли через это, сами понимаете, какие ощущения. И когда Влад, Владик, мне в первую очередь сказал, ты знаешь, школа набирается. У меня не было вопроса, в какой поток я пойду. Я сразу сказала, первый поток, всё, это однозначно. Моё намерение было настолько крепко, что я словила ящера с кучей этих рептилоидов, которые меня закрыли полностью. И мне были сложности с видением, когда я слипером была в дальнейшем. Ну, надо раскачивать, конечно, все проходили этот путь. То есть они тогда уже предупредили, уже потом я уже поняла, что слишком потенциал, и они меня перекрывали. Но намерение было настолько, что я просто знала, что я иду. Всё. Вот такая у меня история. Я попала в первый поток. В июне мы его закончили, и до сих пор работаем в этой сфере. Отлично. Ирина? Приветствую всех. Поближе к микрофону. Ну, у меня история, ну, в принципе, такая же, как у всех. Я увидела чистку вашу. Причём так было интересно, с первого же сеанса, который я даже не досмотрела, я уже начала писать Владу. Если вы находитесь, я уже еду на чистку. Потом мне Влад написал, что мы чистим дистанционно. Вот настолько мне тоже срезонировала эта чистка. Вот. Потом прошло пару месяцев после чистки, и у меня они покидали ощущение, что я хочу получить такие знания. И через время я увидела набор на первый поток школы. Всё, конечно, ну, сомнений ни капли не было. То есть мне захотелось. И тоже были трудности какие-то, но всё просто везде... Всё сложилось. Всё сложилось просто, хотя были какие-то сомнения, что может не получиться что-то. Нет, всё сложилось не лучшим образом. То есть абсолютно я отучилась, отчем довольна, конечно. Это такой важный момент в моей жизни, одна из таких больших ступеней. Ты в первом потоке была, да? Да, я в первом потоке, поэтому я благодарна всем светлым делам за то, что я была. Хорошо, отлично. Благодарим, Ирина, Лора. Всем привет. Привет. Я с третьего потока. Ой, какой отличный звук. Да? На самом деле? Да. Лучший из всех. Да, идём дальше. Да, я бы хотела отметить такой факт, что несмотря на наличие интерферентов на тот момент, когда я познакомилась с вашим каналом, Влад с Верой, интуиция мне подсказывала, что я на правильном пути. Потому что все дальнейшие события подтвердили это, что я должна пройти чистку и более того, я должна пойти именно в обучение. Ну, тебе и куратор твой, сестра твоя говорила об этом. Да, конечно, выбор был за мной. Да. Влад. Выбор был за мной, она сказала. Да, конечно. Да, но, впрочем, я и не сомневалась, нисколько не сомневалась, что я буду учиться. Немножко, конечно, я переживала, я писала администратору Ольге, какие нужны требования, чтобы взяли, смогу ли я научиться. Конечно, не без сложностей, но всё получилось. Отлично, хорошо. Все ответили, Вера. А, Вера, да. Вера, Савель. Как ты попал. Хорошо, поехали дальше, не теряем времени. Так, давайте в двух словах разница до и после обучения. В очереди, Катя. Ну, давайте, я начну пока. Давайте сделаем даже так, разница до и после обучения, ожидания и результаты. Давайте. Чего вы ожидали, какие получили результаты. Какими? Да. Ну, у меня разница такая, что до, ты тут совсем далёкий, ничем таким не занимался, эзотерическим, интересовался. Больше земным, эзотерик это как бы поверхностно и случайно, редко. До школы. Потом оно как пошло. И до сих пор остановиться не могу. На этом же, я думаю, все, никто из нас не остановился. Пошли дальше развитие практики и дыхательные, и цигуны с энергиями, и то есть, и самогипноз. И смотришь на любую ситуацию, которая раньше бы вот нервничала, дёргалась, оно сейчас присутствует, ещё как бы осталось, не до конца убирается. Но ты прекрасно понимаешь, что всё это решаемо. Как-то не смёшься к ситуации, это как она и бывает. Ты с другой перспективой. И вот это всё это на практике в жизни. Да, то есть, наперёд уже можно как рай внутри, если рай внутри, то будет и снаружи. Если в это верить и присутствовать, как бы не присутствовать, а идти по свету, со светом в душе, и свет будет спереди. И намного легче. Предела нет, нет предела совершенства, и пока я так понимаю, что до и после. После сложно сказать, до, как бы сказать, вообще плохо что-то понимал, плохо разбирался. Сейчас сказать могу, что прогресс есть, но конца края не видно, потому что тут куда ни посмотри, везде для развития открыты все пути и все дороги. Отлично. Начиная от физического и кончая духовным. Заниматься духовным, и оно очень приятно, оно очень радует, оно нравится, оно легче на душе. Потому что ты работаешь вместе со своей душой, поэтому ты делаешь то, что душа хочет делать. Соответственно, ты получаешь максимальное удовольствие от этого всего. Я ее хоть слышать стал теперь, раньше не слышал. Отлично. Хорошо, следующий кто? Екатерина? Да, значит, до и после. Ну, в любом случае, когда у тебя есть запрос на новые знания, не просто на новые знания, а концептуально подход к другому глобальному пласту мира ощущения, да, потому что твое в любом случае восприятие меняется, то до и после оно как будто бы, ну, ты как перешел на следующий уровень, да, то есть следующая мирность, следующее пространство. То есть ты смотришь на людей, ты смотришь на ситуации, и ты в любом случае уже не можешь вернуться туда. Ну, то есть ты начинаешь оценивать. А он сейчас так говорит, потому что человек как бы не очень, или потому что, к сожалению, он во власти еще каких-то дополнительных, ну, штук. Да, понятно, что первое время ты максимально всем, значит, ставил диагнозы, там, значит, у нас инкуб, потому что что-то непонятно, что девчоночка на одну тему все время разговаривает. Тут у нас какие-то демоны и все дела. Ну, а потом приходит какое-то уравновешивание, где ты четко понимаешь, что если к тебе идут с запросом, да, то вполне возможно, ты как проводник должен подсветить, что, ребята, вот Ютубчик, послушайте, вам там как, откликается, не откликается? Как там голос Влада резонирует, да, то есть это очень важно, да, потому что ты действительно переходишь на следующий уровень. Как вот ребенок растет, ты точно так же. Это не история про, ну, сейчас в Когвартс поступили, да, то есть мы все волшебники, а это все маглы. Но немножечко такая штука все равно есть. Значит, по поводу ожидания и реальности. Так вот, я шла конкретно в Когвартс. Я не знала, что там должно было быть. У меня были очень романтически настроенные ощущения, и Влад мне давал все время трендерей. Но не только Влад, но и сама система. Значит, я купила новый ноутбук, новые наушники. И в моем ноутбуке стояла система с искусственным интеллектом, которая не давала, все время давала шумопоглощение. Поэтому моя история про хлопок, щелчок, все помним. Это было очень круто, потому что, ну, то есть я как отличница с синдромом отличницы. Я не понимала, что происходит. Привет, не помню, наверное, Лора говорила про Ольгу. Спасибо Ольге, что она в какой-то момент, в том числе, написала, говорю, Оля, все, я, это не моя тема, у меня не получается. От Влада каждый раз там какая-то такая штука, что, типа, соберись, это очень серьезно. Да, но когда вот эта вот вся романтическая история уходит, здесь очень важно понимать, что это ты как врач. Ну, то есть я по-другому никак не могу назвать. То есть у тебя есть протоколы, и по этим протоколам ты будешь на себя принимать ответственность и помогать человеку. Понятно, что человек не просто так к тебе придет. Душа. Но если он уже пришел, душа, да, ну, то есть в любом случае это физическое воплощение его. То есть если она уже откликнулась, то ты как действительно, ну, такой, ты ему приоткроешь вот этот вот путь. И когда вот уходит вот эта вот вся шелуха, и ты такой, типа, вау, ну, ладно, хорошо, не зря меня там ругали, не зря мне там давали вот эту вот постоянно, вот эту точечку, что, типа, Катя, соберись, не знаю, там, Вера, Влад, вы помните, нет, но с Игорьком мы последнюю финальную работу сделали так, чтобы я потом месяц жить не могла, чуть вышла из этого сумрака. Вот. Но это круто, да, то есть потому что по-другому, погружая, не погружаясь в этот процесс, ты не сможешь, ну, то есть то бы что тебе ни говорило, нужно хотя бы разочек попробовать, да, то есть у некоторых и два разочка получается, потому что какой бы ни была там история про обучение, обучение невозможно. То есть ты не можешь взять и, как в компьютере, загрузить в папочку знания, нажать кнопочку, там, программа, запускайся, и всё. То есть ты должна проэволюционировать каждой клеточкой мозга. Так вот, когда вот закончился обучение, прошёл год, я такой, а, так вот для чего мне всё это было нужно. У меня всё. Ну, обычно, когда первого ящера встречаешь или демоняку, и ты с ней справляешься, тогда ты понимаешь, вот для чего оно нужно было. Если бы я тебе подарил розовые очки, и ты бы с ними встретился в розовых очках, посмеялись бы все вместе, но больше над тобой, понимаешь? Поэтому тебя готовили именно к чему-то, и это что-то ты отлично сработала, и в обучении, на практике ты проводник душ, у тебя ответственное задание, определённое количество душ пропускать, отпускать и так далее. Поэтому важное задание, и к этому надо быть готовым. Мы же не хотим отпускать того, кого не надо, куда не надо. Хорошо. Кто ещё хочет добавить здесь добровольно? Я могу сказать. Пожалуйста, чуть громче-то, да? Сказать, что до школы я как бы всю жизнь искала себя, искала информацию. Мне всегда было интересно. Это то, что было до школы. После школы, когда я окончила, всё начало идти гораздо быстрее. То есть энергоинформационное поле, оно начало открываться всё шире и шире, возможностей больше, знаний больше. То есть после школы всё намного ускорилось, конечно. Если раньше я двигалась, можно сказать, как в черепахах, то после школы это, конечно, всё ускорилось, и намного интереснее, познавательнее, ну, много интересного начало. Ну, ты и помощь получаешь со своего уровня. Да. Которая, да, первородные души, конечно. Отлично. Кто ещё хочет? Давайте я добавлю. Давай. Ну, ожидание было самое главное, это, конечно, научиться тому, что вы умели на тот момент. Вот, и так же само работать и приносить пользу человечеству, да, для чего мы сюда и пришли. Вот. Значит, результаты, соответственно, после обучения. Всё хорошо, всё получилось, мы справились, работаем, приносим пользу, чистим людей регулярно. Получаете обратную связь? Получаем обратную связь, да, много благодарностей, мы, конечно, делаем всё, слава Богу, качественно, никто не жаловался, все благодарны, как бы, всё хорошо. До и после, да, до и после. Ну, до, можно сказать, была неизвестность, потому что, ну, как там, что там. Вот, после, конечно, это уже открытие новых знаний, новых горизонтов, путь в развитие, личностный рост, то есть это духовное, ну, всё-всё сюда входит, духовный рост. Отлично. Поэтому как-то так вот, да. Хорошо, Лора. Я бы могла сказать, что определённая моя жизнь поделилась на до и после. Прежде всего, потому что, если до знакомства с этой темой, а эта тема очень серьёзная, обширная в плане, если мы говорим про другие измерения, про работу, про эти инструменты, да, про наше, то это, как бы сказать, ну, это самый такой, наверное, один из самых крутых методов, какие есть работы в Астралии, да, и вы им обучаете, этим методом. До знакомства с этим я могла, так скажем, себя проявлять и свой потенциал только в материальном мире. Здесь же мне пришлось вспомнить, кто я есть, что у меня за душа, мне пришлось вспомнить именно, оказалось, это мой кармический узел, то есть, в принципе, пришлось глубже в себя заглянуть, изучить это. Я, конечно, не знала, насколько я глубоко зайду, и этот процесс всё ещё идёт. Ну, то есть, это вот, это на самом деле, можно сказать, до и после, разница просто огромная. Благодарю тебя. Кто ещё хочет? Я бы хотела добавить, можно? Пожалуйста, Юля. Сейчас погрузилась прям в то состояние, я сейчас вспоминала, как это было до и после. До я просто, да, искала себя, понимала, что мир совсем не такой простой, как мы это видим и представляем, и понимала, что я хочу уйти в глубину. Но информацию я искала, и она была просто поверхность, ну, просто раскрывалась информация. Это было до школы, да. Хотелось бы ещё добавить, что до школы, да, вот я просто сейчас почувствовала это, мне сейчас трудно собраться, как я себя чувствовала до школы, да, это депрессивное состояние, мне огромный страх, особенно вот этот нижний мир, да, вот это как-то эта тема закружилась, и панические атаки, непонимание вообще, как мир создан, да, как в этом мире жить, какие правила, да, как играть в этой игре, да, вот этого ничего как-то не было до конца понятно. Где-то что-то уловил, и всё, да, и это в голове крутилось, и всё, и никак не давало какой-то ответ «Ага, в эту сторону», да, и после школы просто информация до сих пор открывается, и самое, что крутое, что я теперь сама погружаюсь, да, и каждый раз ощущаю эти эмоции, эти ощущения, визуализирую, что я вижу, я получаю такие глубокие ответы, я нигде это в интернете не найду, это не описать, и оно просто приходит, да, вот эти ответы, они до такой степени глубокие, я их не могу даже объяснить, вообще кому-то поверхность, на так чуть-чуть, потому что я это вижу как слипер, и это просто до такой степени касается мою душу, да, и я понимаю, что я прям прошла свой путь, который я должна была пройти, и получаю сейчас те ответы, которые я всегда искала, и не знала, да могу ли я доверять этой информации, или нет, сейчас я доверяю полностью тому, что я вижу полностью, что помогает мой куратор, да, или высшие силы, и это знание, тут можно, я не знаю, книги писать, потому что, ну, то, что я сейчас, если я в интернет захожу иногда, да, когда я раньше погружалась там больше, искала какие-то ответы, они сейчас приходят в сеансах, при чистке, при вопросах, при общении с куратором, да, оно все приходит, и мне не нужны другие информации, я сама даю себе те информации, которые мне нужны, и на моем уровне, да, необходимы, ну, не я даю, как я вижу это, и потом, когда я выхожу из сеанса, да, я вот это вот, поднимаю все вверх информации, раскрываю ее, и думаю, ну, где же бы ты такое еще узнала? Нигде, потому что у тебя сейчас идет чистая информация, в этом-то и проблема, ты долго работала для того, чтобы получать чистую информацию, информацию, ты много прошла сеансов, которые снимают блоки, которые нужно было убрать из себя, для того, чтобы очистить эти каналы информационные, у тебя только поэтому все получилось, потому что ты работала, ты работала, у тебя была четкая цель, и ты теперь получаешь дослуженно это удовольствие, от результатов своей работы, и это будет продолжаться, конца этому не будет, только со временем будет глубина информации еще интенсивнее идти, и ты будешь, в принципе, понимать все и сразу, не местами, а именно общую картину видеть, вот к этому это следующий путь у вас развить. Хорошо, благодарю тебя. Кто еще? Я скажу. Я могу сказать, давай, Лёна. Леди вперед. Благодарю. До и после обучения. Ну, до я могу сказать, что ты, это как, как первого ребенка рожать, ты предвкушаешь какую-то свою идею, но ты не знаешь, как это будет потом в реальности, и только с рождением ты понимаешь, готов ты дальше на ребенка следующего, и так далее. Сейчас пытаюсь себе представить, где-то как-то. Пока не получается хорошо. Это больше женская тема. Только девчонки родившие могут это понять. Здесь то же самое, то есть я четко понимала, что я этого хочу, мне это интересно, это безумно интересно, не только мне, моим ближним было, чтобы я донесла этот свет, который всю жизнь стараюсь нести, но он уже будет более качественный, более целенаправленный. И когда ты уже во все это нырнул, ты прошел эту школу, ты из нее выходишь, ты думаешь, ну вот сейчас-то все как пойдет, а тут начинаются другие варианты, твои личные трансформации, восприятие мира, что ты должен донести, где ты должен рот закрыть и дать человеку пройти это состояние самостоятельно. Это самое сложное было, потому что такое ощущение, что ты теперь знаешь лучше всех, кто этим не занимается, и нужно донести это каждому. Ну как потом... Получаешь несколько... Не каждый готов. Не каждый готов. Получаешь, понимаешь, так, нет, 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 только не так. Дальше. До и после ответила. Ожидания и результаты. Опять-таки ожидания сказала, что это что-то будет мега круто, потому что я уже к своим тогда сороканному году, я считала, что ну что в жизни моем может быть интереснее, чем то, что моя работа. У тебя креативная работа, конечно. У меня очень креативная работа, да, и я думала, что у меня в жизни больше ничего... Кстати, я хотел спросить, помогает тебе это в твоей работе? Ты знаешь, это настолько переклинило, что я свою работу, теперь она у меня на втором, третьем и дальше месте. Что за работа? Я не знаю. Я занимаюсь пошивом сценических костюмов для самых крупных, скажем так, организаций нашего мира, такие как Дисней, такие как Цирк Дю Солей, любые круизные лайнеры огромные, которые люди ездят, то есть там на миллионы шоу, которые мы прошиваем. Поэтому такую красоту и то, что я творю руками, я уже 9 лет именно здесь, в Монреале, работаю, думала, что ну ничего не может больше перекрыть. И это сейчас перекрыло, то есть я на работу хожу как ну постольку-поскольку, чтобы не терять квалификацию, но это в первую очередь было. Сейчас это как-то более стабилизировалось, теперь я понимаю, что есть работа, где полнедели я нахожусь так, приношу пользу обществу таким образом, и теперь у меня есть вторая часть недели, где мы помогаем людям, обратившимся к нам. Все гармонично. Результаты с ожиданиями, ну, наверное, все-таки результаты превышают ожидания. Ты просто не понимал, что это настолько масштабно может быть в твоей жизни, лично в первую очередь для тебя. Потому что здесь настолько трансформация лично у меня, чтобы вот как я прошла эту трансформацию, я человек очень импульсивный, эмоциональный. И здесь я поняла, что очень много значит вот этот баланс своих мыслей, своих эмоций. И это очень большая лично для меня трансформация. Ну и плюс, когда получаешь обратку от людей, когда у них вот это все состояние, что они идут на следующий этап своей жизни, ну, это вообще, это просто уровень, ну, ощущение души твоей, что ты что-то действительно значащее в этой жизни делаешь, нужное и необходимое людям. И никто другой не может эту работу сделать. Это тоже надо понимать. Мы это чувство испытываем с верой уже с самого начала нашей работы, отзывы. Безусловно, самая важная часть нашей работы, обратная связь. Конечно, такие вещи радуют, когда через 10 дней после сеанса человек выходит из психиатрической больницы, где его уже списали, где мы 33% души вернули. Да, эти нюансы есть, будут. И это замечательно. И вы же понимаете, такие люди попадают тоже к нам не случайно. И наша работа на нашем уровне, вот они дошли до нас, мы должны дальше помочь. И открыть им эту дверь, чтобы они уже могли сами развиваться. И обычно после сеанса человек уже, я не знаю, я думаю, где-то в 90% случаев, если он сможет от земных проблем оторваться, он как-то становится все-таки уже другим человеком. И как Архангел Ханиил сказал нам, как на путь в начале нашей работы, я спросил, кому мы сможем помочь. Он сказал, вы сможете помочь всем, и даже тем, кто на первый взгляд или показалось, что ему не помогли, пройдет время, он поймет это. То есть мы везде это зерно поливаем водой, и оно растет дальше. Благодарю тебя, Люля. Что-то хотела добавить еще? Нет. Хорошо. Еще кто-то хочет что-то сказать? Или идем дальше? Ну, нет, я не купил места, да. Пожалуйста. Да, но насчет того, что как бы до и после, до лично мои ощущения себя, до этого я дорос до какого-то определенного уровня, я добился каких-то определенных результатов в жизни, и вот я дошел до этого момента, когда я понял, что начал просто думать, задумываться, а что же дальше? И оказалось, после этой, после учебы в вашей школе, я нашел свой определенный смысл жизни, дальше работать, дальше этим заниматься. Ты работаешь профессионально, да. Да, заниматься собой, вот поддерживаю всех ребят, которые сказали, что после обучения, конечно, каждый из нас проходит свои трансформации, свои перестроения, свои, ты понимаешь, что ты идешь дальше, дальше, глубже, глубже, ты понимаешь, вот как Стас сказал, этому совершенству просто нет предела. То есть, оно не то, что как-то сужаются эти знания, они наоборот расширяются в геометрической прогрессии и просто потрясающие перспективы не то, что даже в работе, а даже в саморазвитии и в работе в том числе. Невозможно описать просто. Да, невозможно. Ребята, наверное, понимают, потому что они все прошли через это, а тем, кто не прошел, наверное, я не знаю, как возможно будет понять. А вот предстоит, кому-то везет. Ожидания до и после. Я специально ничего не ожидал. Естественно, когда мы обучались, я ожидал, естественно, увидеть ту работу, которую делали Влад с Верой, но потом уже после обучения, когда мы начали работать сами, открылась другая сторона немножко этой работы, та, которая не публикуется в Ютубе. Это наши личные разборки с этими сущностями, копания в себе, опять, где пробивают защиты, все. Вот это тоже долгая, упорная работа каждого над собой. Вот цена этим способностям, цена этой чистой информации, цена этому росту, это начинается, безусловно, с самого себя. Вы сделали этот первый шаг, вы работали, вы получали от нас веры за ваши сеансы, мы были строги к этому. Теперь вы понимаете причину, почему это было. Конечно. Да. Если бы вы просто после прослушивания этих курсов встретились с 24-герцовым демонам, непонятно, чем бы это закончилась встреча. К этому нужно быть готовым и нужно иметь защиту. Вы это все получили. Благодарю. Кто еще? Идем дальше. Я хотела бы еще, можно добавить? Пожалуйста, пожалуйста. Может быть, будет кому-то интересно, кто это проходит и такой же неуверенный и окружающий полностью страхом себя чувствует. Да, вот у меня это было. Я так не верила в себя и до такой степени не боясь, к ожиданиям иду. Ожидания были у меня больше такие негативные, потому что я, как уже об этом говорила, неуверенная была и думала, что я никогда не пройду эту школу, что я не смогу выдержать. Но все равно знала, что мне надо, и я решила попробовать и просто начала доверяться вам. Вот честно. Себе я не в тот момент не доверяла. Я вот думала, что какая из тебя медитация, какая из тебя визуализация. Если я пробовала, конечно, уже тренировалась и не очень сильно так получалось. И когда была, школа шла, да, и у меня были мои трудности, и тогда даже мой куратор приходил и поддерживал меня, и я просто вставала со слезами, соплями, но шла дальше и прошла, и результат тот, что я, даже когда я вам видео отсылала для школы, я всегда хотела творить добро, и сейчас я это делаю. Да, у меня еще не такие большие результаты, нету своего там YouTube-канала пока что, но я чувствую, ощущаю, получаю обратную связь и помогаю. Я несу свет и несу добро, и это все, что я хотела. Творить добро и все. Ну, ты дошла до точки, которая называется, если хочешь знать истину, забудь свое мнение. Вот. Абсолютно верно. Правильно все сделала, правильно доверилась, получила безусловные результаты. Те, кто приходит с какими-то, я тоже пришел со своими знаниями в эту тему. Честно говоря, я сейчас просто смотрю на это и думаю, ну, хорошо, хорошо провел время, потому что ничего из того, что я, в принципе, учил, я сейчас не применяю. Сейчас все это идет силой мысли, силой намерения, уровнем осознанности и даже не хочу говорить о всему, чему я учился, но это и у меня перекрыло все. Точно так же и у Веры, я полагаю, Вера. Да, Вера? Дай признак жизни. Я просто слушаю всех, наблюдаю за всеми и я хочу вас, ребят, всех поблагодарить просто вот за свои вот эти откровения, открытия. У кого-то это в глубину пошло, у Влада в ширину, у Лели масштабно, то есть, ну да, у Влада, не у Влада, а у Стаса, сори, извиняюсь, то есть, я вижу, что вы все развиваетесь и вы все становитесь такими многогранными, большими и, как Лелик сказал, сбалансированными, гармоничными. Если вы посмотрите наши каналы, естественно, встречи с кураторами, то большинство из них говорит, что вам нужно изнутри, из глубины все это понимать, идти глубже и быть наблюдателями. Вот это то, кем вы становитесь. И это как, это дает свои плоды, свой результат, то есть, у вас глубинные знания, у вас другой взгляд уже, взгляд и на вещи, и взгляд физический, то есть, вы наблюдаете, вы уже понимаете, с кем вы, как рентген, сканируете человека рядом, да, то есть, я просто благодарна вам за все за это, за то, что вы не побоялись вот этой трансформации именно над собой. Чтобы помогать кому-то, да, нужно помогать, научиться самим себе сперва, как Юля сказала, пришла вся в депрессиях, и сейчас, ну, Юля, это вообще, потому что два маленьких ребенка, русский язык неродной, и у нас большие тесты, большие, программа у нас обучение интенсивное, зачетная работа. Индукции, да, и то есть, это все на русском языке, и нужно говорить правильно, потому что это все-таки слипер и гипнолог, и слипер визуализирует, и если ты говоришь неправильные слова, там непонятно что может увидеть слипер, то есть, Юля, это вообще отдельная такая тема с маленькими ребятишками, с неродным языком, да, и со своими вот этими личными проблемами, вот это все вынести, вытерпеть, ну, дальше идти, остаться вот с этой добротой, и нести ее, я думаю, что очень большой дальше у всех, не только у Юли, а у всех, у всех дальше большой-большой и красивый путь в этом направлении. И светлый. Хорошо. Да, да и Бог. Унести вот этот свет и доброту. Благодарю. Сложности обучения интересные в обучении, по два слова. Кому в чем было сложно, ну, с Юлей мы уже поняли, вот, и... Я могу начать, пока у меня эта история свежа. Давай. Если я не ошибаюсь, по-моему, Ирина, мы с тобой работали, да, первые наши погружения и чистки друг друга, если не ошибаюсь, когда мы стояли, чистили себя, и в клетке стоял бес, который просто показал мне, я что-то начал его допрашивать, он мне показал комбинацию из трех пальцев и отвернулся с задницей. Ну, не послал. Ирина мы работали. И то хорошо. Нас послали меня регулярно. ну, послал, послал просто, да, просто я же не буду здесь, это вот. И еще, а в соседней клетке стоит еще и красный дракон, который подливает масло в огонь и говорит, вот-вот, бес не видит твоего намерения, поэтому он и издевается над тобой. Ну, ничего, прошли мы и это обучение, прошли мы и этот опыт, и сейчас все стоят постройке смирно, постройке смирно. Все, все проходили и все пройдут через этот опыт, когда сущности в самом начале, даже самые мелкие, смеются над вами. Они смеются только потому, что вы сейчас это понимаете, почему, что они видят ваше стержень, они видят ваши слои, они видят ваши защиты, ваше намерение, самое главное, опасны вы для них или нет. Первый черт, с которым мы встретились, вернее, я встретился с Верой в сеансе, он наглым образом скопировал мои крылья, мой скафандр, и, так сказать, я его отпускаю, и он так на прощание, так раз, и все это, правда, крылья плохие у него получились, но таким образом он ушел. Меня это вначале немножко так удивило и возмутило, но после этого мы поняли, что надо себя пробивать, пробивать себе дорогу, никто тебе не откроет, никакие двери, и все те знания, которые вы получили, мы прошли вначале через себя, пропустили, через свой опыт. Это дало вам возможность уже быть подготовленным, когда вы с этой ситуацией столкнулись. Хорошо, благодарю, Влад. Кто-то еще хотел добавить? Да, я тоже хотел бы добавить. Сложности в обучении. Лично у меня возникли сложности непосредственно во время обучения, это начались обстрелы, мне было тяжело, конечно, как слиперу работать, погружаться, сконцентрироваться, расслабиться, вот это вот, конечно, у меня было очень сложно, я не знаю, еле-еле душа в теле, как-то я это все дело вытянул, собрался, вот это вот была такая сложность. А так, в принципе, если человек нормально настроен, серьезный подход имеет, все у него собрано, наушники, техника, все дисциплинирован, то проблем, в принципе, не должно никаких быть. интерес в обучении, ну, это, наверное, скорее всего, практические занятия, больше всего, интересные, то есть, когда мы уже начали сами попробовать, практиковать, встречаться с этими сущностями, у меня вообще там была история суперинтересная, у меня сразу с ящерами завязалась вся эта история, войнушка, там, так сказать, вот, мне было интересно, как бы, на подсознании, видимо, это сидело, что я с ними там, до этой жизни разбирался там, и все. Ящеры знают, возможно, будущее, какие другие цивилизации, не могут прогнозировать, какая душа, на каком этапе может стать им опасной, поэтому они пытаются выключить таких душ, такие души, как можно быстрее, под ключками, перекрыванием зрением, горло и так далее, ну, все отлично через это пошли, сущности, отхватили по полной программе, так что там, все остались при своих интересах, я так бы сказал, ну, кто-то ушел на одной ноге. Что еще было интересно, это пару слов, да, это, конечно, когда завязалась у нас с ними война, так сказать, они меня разозлили, А злость нам нельзя допускать. Да, 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 и немножко я начал мстить, они меня потрепали, конечно, скрывать не будем, да, на нас атаки были серьезные, во время обучения, и уже, когда мы начали практиковать, они пытались не давать нам работать, атаковали, мучали нас, конечно, влияли, вот, ну, и были там моменты серьезные, которые, да, они пытались меня повредить, вывели из себя, вот, ну, и когда, конечно, я их всех там собрал в клетке, хотел им сделать там разбор полетов, так сказать, галактическое ядро, и в этот момент, что самое, вот, тоже еще хочу, хочу важно подметить, то, что есть очень сильный, мудрый куратор у школы, Константин, да, каждому, наверное, он подходил, приходил в комнату, из учеников, вот, и ко мне также он где-то раза три приходил, и объяснял вовремя, давал полезные советы, вот, как лучше это все проходить, как себя вести, чтобы они на тебя меньше нападали, и все такое, вот, это очень важный момент, когда есть поддержка у школы такая, наставники такие, вот, вот это вот я хочу добавить. Да, куратор Константин, это, безусловно, его заслуга в нашем, в этой школе, неимоверная, вы все с ним встречались, вы его могли вызвать, или он сам приходил на определенных этапах в вашу комнату диагностики, оберегая вас от ошибок, или, когда вы не знали, что делать, давал советы, что, соответственно, помогло и вам перейти на следующий уровень, с этими знаниями, когда вы эту ситуацию прошли, вы опять выросли, вот в этом и есть, заключается, это самое главное, это постоянный рост, получение опыта, и чем больше вы получаете, тем, соответственно, растет и уровень вашего высшего я, глубина ваших знаний, и опять тоже намерения. Очень благодарны, что куратор Константин у нас есть. Да, Лёля? Да. Я хотела сказать про сложности, и это сразу автоматом и интересное было в моем обучении, так как я человек с художественным взглядом, мне казалось, ну все, я теперь таким шикарным слипером буду, да, это вообще просто, войду в систему легко и без проблемно. Получилось все совсем-совсем обратным образом, то есть мне в данном случае это помешало в работе, потому что мне столько мультов показывали, что пока я разгребала все с гипнологом, который на тот момент был удачно со мной в паре, конечно, уставал гипнох очень сильно. Поэтому я, например, помню этот вариант, когда я просто как слипер поднималась и стою, вижу морду этого ящера, и он мне показывает, нет, ты дальше не пойдешь. И я говорю об этом, я не могу, ребята, дальше я не вижу. На что мне не верили, и мне так было приятно, я честно плакала даже, когда я услышала вашу проверку меня, когда Вера увидела этого ящера и меня в этом клубе, а я видела эти решетки, то есть мне настолько было приятно, что на самом деле я слипер, просто я настолько в себе уже перестала верить, что я что-то могу увидеть в этой жизни. Плюс, когда Влад нас погрузил с Владиком тоже, и Владик вместе со мной поднялся, чтобы посмотреть, что там происходит, и я вышла, ну, мне туалет позвал, мочевой пузырь, и Влад спрашивает Владика, говорит, ты тоже самое видишь, что ли, он говорит, нет, я не вижу, что она видит. Для меня это было вообще просто, то есть мне мульты дополнительные показывали просто жесть. Я дотянула учебу, как слипер тоже, то есть... Ну вот, извините, сейчас перебью на секундочку. Вот эти мульты, вот 70% кто работает в этой сфере и видят эти мульты до сих пор, и так и не поняли, что они видят мульты, так и не поняли, с кем они общаются, так и не научились снимать маски и голограммы и проверять этих людей, поэтому такая дичь вокруг и находится. Потом эти люди после 10 чисток приходят к вам, и тут уже со своим опытом уже сами, когда вы это прошли, можете разрулить любую ситуацию, потому что вы знаете, где надо доверять, где надо не доверять. Продолжай, пожалуйста. Я поняла, что да, слипер я, конечно, надо будет не такого гипнолога, который выдержит, не знаю какие, чтобы меня довести до этого состояния, как слипера. Ну, как говорится, ну, не случилось со мной. Один гипнолог попробовал, второй. Ируся, мы когда с ним вместе встали в пару, мы просто решили попробовать, ну, и давай ты мне попробуешь взять все-таки гипношу. Ирина сильный гипнолог, она и хотела быть гипнологом на тот момент, но после 4 часов она сказала, что больше после тебя мне ни один мужчина не нужен. Мы поняли, что с меня слипера никакой. И все-таки переквалифицировались с ней, я стала гипнологом, Ирина стала слипером, и это все стало настолько просто, вот, по моим местам просто встали. Так и до сих пор и остаемся работать. Но обучение вы получали как гипнолог и как слипер. Да, да. Соответственно, ты можешь быть... Ну, знаете, как жизнь, она ставит свои приоритеты и даже высшие силы выравнивают, опять-таки слово, сбалансируют. Ты умеешь уже быть слипером, ты знаешь, как слипер видит, ты знаешь, ты была внутри. Когда гипнолог не знает, что слипер видит... О, это очень ценно, что слипер делает. Для меня... Все, что Вера говорит, у меня фильм идет передо мной. Да, согласно. И я этот фильм вижу вне зависимости от того, какие обстоятельства и так далее. Я чувствую определенные вещи, но она видит, она там внутри с закрытыми глазами. Я с открытыми. Но именно эта синергия, это сочетание, когда вы на одной чистоте работаете, вот это я хотел сказать. И вы нашли свою чистоту, когда вы поменялись местами. Но ты умеешь и то, и другое. Я умею и то, и другое, но я благодарю Ирину, потому что это действительно получился такой, знаете, симбиоз. Я, благодаря нашему тандему, получается, она пошла как слипер, она не ожидала. А я как гипнолог уже больше стала в этом направлении. Я же говорю, высшие, они выстраивают, у нас свое представление, как мы это видим, что только так. А жизнь складывается таким образом, что, и высшие выстраивают таким образом, чтобы максимально эффективно пара была именно в этом, чтобы каждому из этой пары было комфортно в этом, в этом амплуа, скажем так. Это важно. Для работы это очень важно. Я благодарю своего партнера. Отлично. вопрос насчет зачетных работ, про после каждого... А можно я еще про сложности, пожалуйста? Пожалуйста. У тебя и были какие-то? Благодарю. Да, были. Я честно признаюсь. Вот нас же будут смотреть люди, которые как бы не знают, что будет. Поэтому первое, что обязательно с ответственностью максимально подойти к технике. То есть ты, вот девочки правильно сказали, в пару. Ты становишься в пару, и это так. У меня просто была история не очень удачных погружений ученических, когда ты там внутри, и ты понимаешь, что ты сейчас вот там одна, тебя сейчас еще назад не откатят, потом учителя послушают, и как бы, ну понятно, что ты можешь вернуться всегда в ученическом сеансе, это не такие какие-то глубокие погружения, но вот ты понимаешь, что рядом с тобой идет человек, у него нет намерения, он сам боится, например, а ты слипер. И вот это вот так важно. Очень важно, чтобы вы настроили всю технику, это очень важно, то есть купить нормальные наушники, нормальный ноут, и миллион раз перепроверьте, потому что, когда ты там в Астрале, и тебя кто-то там не слышит, или связь прерывается, а это твое первое, ну то есть это же обучение, ты не знаешь, как там, а что у себя тут останусь, а что у меня будет, я что проснусь и в половину буду ходить всех и видеть, ну то есть это прям, ну такая сложная на самом деле была история, честно, потому что я, ну я прям, правда, восхищаюсь людьми, которые находили свою половину, у меня есть, как бы, одна треть, вот, и я помню, когда девушка, с которой мы менялись, да, потому что и слипер, и гипнолог, она нашла свой парень, сказала, типа, Катюшка, ну я очень извиняюсь, но когда ты почувствуешь, это как вот ангелы пришли, такие типа, вот родственная душа, поэтому, как бы, ребята, сложности, но ничего, с мастерник звезды, хорошие наушники, хороший комп. Катя, спасибо тебе огромное, вот за это напоминание, потому что все ученики, если вы помните себя в начале, думают, ну что такое, есть у меня и наушники, и все, ну почему бы мне вот не работать, как мне хочется, это правда, очень важно, так же, как видеть гипнологу-слипера, да, не закрытый экран, не где-то там он, гипнолог должен видеть, как слипер дышит, как он делает, что с ним, проверять и контролировать по время всего сеанса, конечно, мы говорим все это ученикам, но когда ученики это понимают и говорят, это прям огромная тебе благодарность, ну и тем более, вы отлично, да, вы знали, когда связь вдруг прерывается, она может прерваться сама по себе, она может прерваться через сущности, могут помочь, могут помочь, да, теперь вы в курсе, как это все делается, и как от этого все защищаться, можно добавить две вещи, первую по поводу наушников, что Вера сказала, давай, пришлось вторые такие же уже купить, ну не такие же, а получше, по качеству, поэтому, реклама в ютубе запрещена, Стас, да я не реклама, я скупой платит дважды, чуть-чуть подешевле взял, нет, пришлось все-таки взять получше, это сразу, это я к новым ученикам, и второе, рекомендовали какие наушники, на чуть-чуть дешевле взял, зато пришлось вторые, теперь он все дочка носит, ну, бог с ним, ничего страшного, а второе, что вот хотелось бы по поводу обучения добавить, это все мы проходили, заканчивали школы, институты, но тогда мы еще как бы не так осознанно, а здесь тоже самый процесс идет, но в более осознанном возрасте, и оно настолько интересно захватывает, и переживание сдам, не сдам, и вот каждая обратная связь от учителей идет, каждый сеанс на сдачу, сдал, не сдал, вот это переживание, как оно и детское, и уже взрослое вроде, и вот такое чувство приятное, когда особенно дипломы выдавали, и грустно, и радостно, то есть оно... А ты не смог бы в 17, 18, 20 лет этим заниматься, тебе нужно было прожить еще полжизни, для того, чтобы накопить этот опыт, для того, чтобы получить эту глубину и понять, как переживаются определенные ситуации, и накопив этот опыт, да, безусловно, это и есть школа, но это, скорее всего, даже может академия в этом направлении, которая берет уже ваши фундаментальные знания из вашей жизни, которые вы до этого прошли, у вас у всех есть опыт своей жизни, и вот сейчас вы можете его применить. И это работает. Отлично. Все сказали. Идем дальше. Я хотел спросить, было ли тяжело сдавать зачетные работы? У нас несколько, 7 модулей, и после каждого модуля у вас были зачетные работы. Тяжело вам было? Тяжело? Очень вообще капец. Тяжело? Серьезно? Капец вообще. Ужас, просто ужас. Ты плачешь. Ты плачешь, потому что ты ее скидываешь, думаешь, боже, какой ты молодец, как круто. Мы вообще, Люба, моя первая пара с любовью, я ее Любка. Получилось просто бомбоогонь. И звуковое сообщение на 30 секунд. Девочки, это очень плохо. Мы там придумали ерунду. Срочно переделать. И ты такая, о-о, что-то произошло. Да, через это проходили некоторые через это. Ну, вы понимаете. Мне кажется, у нас в группе все прошли через это. Не было ни одного человека, кому не сказали переделать. Но в этом-то и весь смысл. Да, в каждом потоке мы говорили переделывать, потому что определенные нюансы были опасны для будущего. Если бы вы там свернули не в то место, соответственно, вы бы вышли в другом городе. Так все верно. Нас же будут слушать потенциальные ученики. Они должны понимать, что это нормально. Это нормально, конечно. Все сталкивались с тем, что если тебя не критикуют, а ты просто пролетаешь с точки зрения удачи, ты ничему не научишься. Именно сложные ситуации, именно вот эта непростая история, когда тебе подсвечивают, слушайте, вот вы здесь, но это сейчас у вас не было сущности или еще чего-то, а ты понимаешь, что в какой-то момент это может плохо обернуться. И ты вроде бы вот как бы тебе так важно, чтобы тебя похвалили в любом случае. Мы все родом из детства. Нам важно, чтобы там поставили там типа лайк, хорошая оценка. И ты такой класс, класс, класс. Но важнее на самом деле во время обучения получать вот эту критику, потому что потом именно она заставляет тебя как точка роста эволюционировать в следующую лучшую версию себя. Можно я добавлю, потому что Екатерина полностью права, и это какая-то осознанность. Вот должен человек, который придет на школу Арго, на следующий поток, он должен четко осознавать, потому что были трудности с напарником, что где-то блок не проработанный, ты пытаешься объяснять, и понимаешь, что человек просто еще не дошел до этого. Это тяжело. Или не хватает словарного запаса человеку, и он начинает... Ну да, какие-то вот блоки в голове, какие-то свои картинки, недоверие к ситуации. И вот это была большая моя трудность, что если напарник нету намерения, то мне прям идет информация, что нету намерения, как мы будем дальше работать. А сдавать таково тяжело мне не было. Я всегда была рада послушать, что ваше мнение, и только всегда выписывали все, по-моему, с нашего потока, и прям над каждым словом работали, и в следующий раз старались, и все до конца понимали. После этой обратной связи было понятно, где что-то еще до меня не дошло, и где мне надо посмотреть туда внимательно, и что мне надо еще прочитать, подработать, спросить. Массив информации большой вы получили, безусловно, и за это время обучения очень трудно это все сразу. Оно со временем укладывается, и только при работе, после обучения. Тогда оно все по своим полочкам раскладывается. А так у вас есть отличная теория, но не хватает практики, чтобы применить эту теорию. Соответственно, вы должны поработать. Поработать до того уровня, пока сами не почувствуете себя до такой степени уверенным, чтобы сущности только от одного вида вашего садились на попу. Да, и информации было очень много, и она до сих пор еще садится, и до сих пор еще у нас есть вопросы какие-то, которые мы задаем в чате, и получаем наши ответы. Потому что много было. У нас свой есть чат выпускников, и там 20 человек, не все смогли прийти сегодня. И мы даем регулярно апдейты. Это очень важная информация. Это защиты постоянно меняются. Уровни защит постоянно меняются. Все меняется вокруг нас. Оружие меняется. Меры воздействия меняются. Все находится в таком движении. Именно получение этих ответов, этих апдейтов, и помогает вам проходить спокойно и работать дальше. Те, кто думает, они закончили школу, получили вот эти команды, и думают, что они с этими командами 20 лет будут спокойно работать, это глубокое заблуждение. 80% изменилось, скажем так, за последние два года. Те, кто об этом не знает, это их проблема. Потому что очень много и сущностей подстраивается под нас, и они развивают свои технологии. И вы должны развивать защиты против этих технологий. Соответственно, они это воспринимают как такое социалистическое соревнование. То есть, кто вперед, да, вызов, соответственно, да. И они, кстати, спокойно, как вы заметили, сущности приходят к такому выводу. Я говорю, почему ты нападаешь и так далее, потому что нам надо развиваться. И своим развитием они и вас развивают. Но с какого-то определенного момента сущность понимает, что вот это дальше мне развиваться в этом направлении лучше не надо, потому что можно отхватить. Что и случается. Теперь вы в состоянии любую сущность поставить на место вплоть до уничтожения. Хотя мы этого не делаем. Но в своем биополе вы хозяева должны быть, и вы есть. И получаете чистую информацию. Все сказали? Все закончили? Я бы хотела добавить единственный момент насчет сложности. Зачетная работа, вот мы эту тему открыли, да? Да. Что лично всегда меня, зачетным, мне не было страшно, или как-то за отчеты. Что меня больше всего волновало, это чтобы меня поставили в хорошую пару. Хорошую пару в каком смысле? Что когда человек понимает, куда он заходит, и что он будет делать. Я контролер жуткий по жизни. И я чувствовала эту слабину моего партнера всегда. И мне было очень тяжело расслабиться как слиперу. Может быть, поэтому я и не раскрылась в свое время как слипер. Но это четко понимать. Если вы идете учиться, то вы должны понимать, что вы в партнерстве с человеком, которого вас будут ставить. Это не один и тот же человек. Это будут разные люди. Вы будете слипером, вы будете и гипнологом, вы будете с одним человеком, с другим. Мы помним на первом потоке, какие у нас были варианты, когда у нас были слабая девочка, которую поставили даже с Владиком. Как он прошел мужественно этот этап. И как мы все переживали. Я когда была тоже с одной из девочек слабых, она была гипнологом. И я всю ей дорогу всегда говорила, ты должна здесь, ты должна здесь. Нет. Слипер не должен. Он должен расслабиться и войти в это состояние. Доверие должно быть. Да. Зачетная работа будет на высшем уровне для всех. Не только для нас, как партнера, но и для преподавателей, которые дали какую-то базу. Но мы отмечали эти случаи, мы замечали, когда не хватало гипнологу определенных знаний, и мы об этом говорили. И у вас была возможность переработать с каждым, со своего потока, а не сразу полагаться. Вот я с этим человеком начал работать. Это большое счастье, если так получится. Но вы должны были со всеми попробовать и понять. Вот с этим было это хорошо, с этим было это хорошо, здесь было не совсем хорошо. Этот опыт и вас и привел, в принципе, так сказать, это были ваши ожидания уже к следующему партнеру. А следующий партнер, который пришел, вот он и раскрыл. Самое интересное, что я всегда хотела встать в спару с Ириной на учебе. Ни разу мы с ней так и не попали. Это уже после учебы мы с ней состыковались. То есть хотелось бы попробовать, но я видела Лёли на работе. Ну, ты с первого потока, ты с третьего потока. Как вы себе это представляете? Мы обе с первого потока. А, все, все понятно. Все с первого потока. Да, да, да. Уж как время летит. Уже больше года прошло, как вы закончили, да? Больше года. Года четыре. Года четыре. Почти полтора. Ребят, можно я добавлю вот на эту тему? Все у нас постоянно возникают вопросы от потенциальных учеников, что я бы хотела работать со своей мужем, с женой после обучения. Я бы хотела работать со своей сестрой, братом, там, и другом, или еще кем-то. То есть я бы поучился, а потом вот, ну, поделился информацией как-то, и мы бы вот работали в паре вместе. Ну, помимо того, что школа Арго имеет, естественно, как белые, так и черные энергии. То есть у нас инь-янь и черные энергии, это энергии защиты, естественно, знаний. Это Влад больше расскажет. Я хочу лишь сказать, чтобы вот тот, кто задает этот вопрос, сейчас вот послушали это и поняли, что каждый человек, проходя обучение, он проходит свою личную обучение, трансформацию и свой личный путь. То есть без прохождения этого, без вот ручки, тетрадки и изменения своего вот этого вот текста, подстраивания под себя, то есть работы над этим. Это не просто ты получил, почитал и все закончилось. То есть здесь огромная работа. И без этого ты не сможешь просто адекватно работать, правильно доносить информацию. И где там тебя перехватят, ты даже не поймешь, на кого ты там будешь работать, нам пытаются до сих пор контракты подсунуть, там какие-то интерференты. А человек, особенно у которого есть хорошее воображение, да, какое-то, то есть он поверит и побежит сразу же за первым предложенным каким-то там картинками, идеями, то есть и не поймет, что он уже в ловушке и в капкане. Или к кому-то придет архангел. Да, ну я вот про это и говорю. Михаил Сваровский, или как там его, помните, там какой-то господин Сваровский, а потом Божья Матерь, и там все в один флакон, и за один сеанс, и все, и по 10 чертей, и в клетке непонятно что. В общем, поэтому, поэтому каждый должен пройти это обучение, обучение себя именно, не просто тексты, да, отдать жене, мужу, и так пробовать. То есть вы вот своим сейчас опытом, да, которым вы делитесь, вы отвечаете на этот вопрос. То есть нет, ни в коем случае, каждый должен пройти свою трансформацию, чтобы быть выше, чтобы понимать, где ты, да, чтобы порочувствовать это на себе, поменять пары, побыть слипером, гипнологом, получить свой личный опыт в этом. Вот этот вопрос я хотела ответить именно вашими вот этими обратной связью. Пусть Лора скажет. Можно я скажу? Лора, да. Лора, да, пока она не заснула из-за разницы во времени. Да, кстати, это было одной из сложностей во время обучения, разница во времени. Я хочу поддержать тех. Сколько у тебя было времени, когда мы работали, когда мы начинали обучение? 12 часов ночи. С 12 ночи. Продолжалось, да, обучение бывало и по 3,5 часа, и, может быть, даже больше, насколько я помню, да. Я вот хотела бы, да, на самом деле поддержать тех, у кого большая разница с Германией. Все возможно, если есть желание, если есть мотивация, цель, если вы знаете, для чего вам это нужно, как это знала я, например, а я точно знала, что мне это нужно. И несмотря на то, что я абсолютный жаворонок, который стоит 5,30 всю свою сознательную жизнь. людей есть. Вот поэтому, да, то есть, и я ложилась спать, и половина четвертого просыпалась, а половина шестого, по привычке. То есть, никто этого не отменял, и работа, и дальше. И все получилось отлично. И все отлично, да, два часа ночью, два часа днем. Хорошо, ничего. И все в порядке, да. Если есть путь, значит, будет и энергия на этот, этот путь пройти. Да. Понимаешь, если есть задание, и у тебя нет денег, значит, получится так, что тебе появится ситуация, что эти необходимые средства появятся, или появится время, или появится какой-то шанс. Да, абсолютно так. Это далеко не случайно. Вот. Я недавно читал один там комментарий, говорит, я хочу учиться, но не хочу проходить чистку. Мне это так понравилось. Только не у нас. Хорошо. Так, здесь мы закончили. Остался последний вопрос. Я-то чуть больше написал, но мы уже сидим час семнадцать. Расскажите из практики какие-нибудь яркие случаи. Вот на этом и остановимся. Из вашей практики. С кем вы встречались? Я думаю, эти не поймут, с кем вы встречались. Простой человек не поймет эти яркие встречи. Я могу только сказать, я всегда вспоминаю слова Веры, когда мы в свое время учились, и Вера сказала, что, говорит, каждое погружение, это как отдельное приключение. Каждое погружение, с кем-то встречаешься, с кем-то разговариваешь, получаешь бесценную информацию, и тут выделить, конечно, есть какие-то яркие моменты, но выделить и так рассказать. Вот мы между собой всегда в чате делимся, можем рассказать. Они практически в каждом сеансе, мы понимаем, о чем ты говорим. В каждом сеансе эти яркие моменты есть, и в соответствии от ситуации, от чистки, с кем ты работаешь, ты же не знаешь, какой у него учитель приходит, кто придет, какую информацию он даст тебе. Ты же учишься точно так же, как и клиент учится, получая всю эту информацию через работы с кураторами. Иногда приходят ваши кураторы, иногда вам идет поток информации, у вас есть свободный допуск к хроникам Акаши и на все остальные уровни. Вы работаете в потоке Абсолюта, это очень высоко. Большинство слиперов даже из матрицы не выходит. А кто в матрице находится и какую информацию дают, это вы все уже прекрасно знаете. Ну хорошо. Я очень хочу сказать, потому что я каждый раз, приходя на обратную связь, у меня своя миссия, как у проводника душ, я хочу сказать, что, ребята, приходя учиться, это не обязательно, что вы должны становиться в пару. У каждого желания получить эти знания могут быть абсолютно различными. И здесь очень важно, вот как мой кейс, да, ты проходишь все обучение, но эти знания нужны в том числе и для самогипноза. Вполне возможно, меня сейчас может услышать кто-то, у кого приходят души или еще что-то, и ему нужно будет просто получить инструмент для того, чтобы поддержать самого себя. Это не значит, что ты не будешь находиться в комьюнити и в какой-то момент не позвонишь кому-нибудь из своих ребят и не скажешь, ребят, почистите меня, что-то идет не так. Это история про познание. И, пожалуйста, вот, ну, то есть, опять же, большинство кейсов и большинство ребят, которые есть сейчас, это классический подход, что есть слипер, есть гипнолог, но это не все от этого обучения, это не все, что может дать школа. Да, то есть, в первую очередь, это совершенно другое сообщество людей, которые могут вас поддержать. Да, то есть, понятно, ты иногда утром просыпаешься, у тебя в общем чатике 300 сообщений. У тебя, ты понимаешь, 30 минут на то, чтобы пить кофе, ты просто пролистываешь. О, котики, о, котики, хорошо, да? То есть, ты знаешь, что у Веры есть чижик, что у Влада была собачка, все знают про моего бобра, потому что благодаря бобру я вообще поняла, что я проводник душ. Ну, то есть, бобер-отокот. Поэтому это очень важно. Пожалуйста. Ну, то есть, чаще всего кейсы реально это то, что ты обязательно должен стать либо тем, либо другим. Нет. Может быть, по-другому вообще. Может быть, ваша какая-то индивидуальная история. Может, вам просто нужно поток знаний и почувствовать, как это. Войти в астрал для каких-то других ваших целей. Познакомиться с кем-то из тех, кто есть, для того, чтобы там закрыть какие-то свои вопросы. Поэтому, пожалуйста, услышьте меня, люди, которые досмотрят вот это вот час двадцать. Я вот ради вас пришла. Алло. Пожалуйста, имейте в виду, если вам откликается эта вся история, не значит, что вам нужно будет это сделать новой профессией. Вполне возможно. Вам просто для чего-то нужны эти знания, для того, чтобы жизнь свою трансформировать. Ну и все, кто проходит у нас семь модулей, те, выпускники и получают дипломы, те выпускники у нас подключаются к общему чату, где идет дальнейшее общение уже без ограничения времени. Мы все большая семья и, соответственно, каждый имеет свой опыт, этим опытом делится. кто хочет делиться, кто может делиться, у кого опыт есть, скажем так. Но все остальные читают и все учатся. Пожалуйста, Ирина. Я хотела бы добавить к тому, что Катя сказала по поводу знаний, те, которые мы получили. Конечно, я очень счастлива, что я могу помогать людям, но вот для меня самое главное, прежде всего, это то развитие для себя, которое я получаю. То есть, помимо помощи людям, вот эти знания, информация, которая идет и то воодушевление, вот это развитие, пробуждение, вот то, что я получаю, для меня это просто бесценный опыт. Это реально бесценный опыт. Раньше, когда я засыпала и просыпалась, у меня в душе всегда чего-то не хватало. Вот не хватало, я не понимала, что именно. Сейчас я понимаю, что... Душа искала? Да, что душа... Ты ее услышала? Я прохожу, да, информацию, которую я получаю, то есть, у меня появился смысл жизни, скажу так. Душа и толкает на обучение. Вот Стаса, например, его тонкая копия осознаннее, чем физическая копия, и она его тянула практически все обучение, шикарно тянула, и он на этом вытащил, он не понимал, почему, но это все получилось у него. Бывают и такие случаи. Главное, что он решил, он сделал, он дошел до конца, все. Он получил эти знания, он работает с этими знаниями, он в состоянии такие вещи делать, где битва экстрасенсов отдыхает, я так скажу. Да. А еще, опять же, про комьюнити. Вера, мы вообще с вами девушку замуж выдали. На секундочку. Просто никто не знает нашу историю. Это наша будет с Верой отдельная тайна, но... И когда прошло еще какое-то количество времени, Вера мне пишет, Катя, у нас все получилось, это как раз-таки говорит о том, что ты не идешь в школу, это, знаете, как альмаматор. Ты попадаешь в другую семью, где непонятно как, непонятно почему, но мир просто преображается. Нормально. Это правда. Девушка будет здесь через 10 дней, и спасибо Кате на определенном пути. Катя помогла очень сильно ей в Белоруссии, потому что у нее там был путь через Белоруссию, чтобы выйти замуж через Белоруссию. Это история про любовь. Это было год назад, и вот мы, да, дошли. Так что с сватами мы тоже работаем, заказывайте, без проблем. Наш товар, ваш купец, все оформим. Хоть семью на свадьбу тоже позовите, а то мы как бы не в курсе, хоть одна семья. Нет, это просто была межгалактическая защита вот этого вот пути на абсолютно разных уровнях, суппорт, поддержка. Самое главное не это, но вот еще раз, вот я с Ириной соглашусь. Для того, чтобы научиться любить или помогать кому-то, надо вначале помочь себе. Так вот, вот это вот, этих семь модулей научиться хотя бы, потому что ты не можешь спасти кого-то, если ты сам не спасенный. Так вот эти вот все семь модулей потихонечку, это знаете, как массаж. Если тебе сразу же на сухую начнут делать массаж, ты будешь вся в синяках. А тебя вот Влад с Верой будут потихонечку поглаживать каждый раз, ну, типа, повторение матьючения поглубже, еще поглубже. И где-то ты уже в синячках, но понимаешь, что, ну, вроде и боль уже даже приятная. Потом придет кнут, да, сперва под прядь. Ну, а потом ты такая же, ну, и ладно, а вот тоже хорошо общаемся, и потом с кем-то у тебя, там, вас двоих поругали, и ты такой, типа, блин, несправедливо, и ты понимаешь, что как бы несправедливо, но, в принципе, справедливо, и что ж это такое. Лучше мы вас поругаем, чем вас ящеры похвалят, скажем так. Да. Здесь просто очень важно мне вот правда донести, потому что мы много говорим про пары, но я как человек, который находится в этих во всех знаниях, постоянно, 24 часа на 7, но при этом не стою в паре. Ребята, алло, это ваш путь. Не, ну, в одном, то, что у каждого идет свое развитие в любом случае, в паре, не в паре, и без этого развития просто работать дальше невозможно. Это, это 100%. Для тех, кто дошел до конца. Я бы больше сказала, идя на учебу, не ставьте себе ограничения, что я буду работать так-то, или только с тем-то, или только... Вы не представляете, как вас может вывернуть вообще вся ситуация, и к чему вы придете, что вы будете работать самостоятельно сам с собой, и это ваш опыт. Или вы будете работать с другим человеком, которого вы не представляли, что будете с ним работать. Будьте открыты к этому опыту. Высшие лучше знают, чем мы. Как правильно пословица, человек предполагает, а Бог располагает. Это абсолютно... Так и будет. Так и будет. Нет, Влад, вы должны сказать, да будет так, а так и есть. Любимая фраза у всех с ютубчика. Вот этим, да будет так, а так и есть. Мы этим подытожим. Опять не звучит. Вот у тебя щелчок. Опять у тебя хронически не звучит. Да, верну, если вернуться еще три секунды к этому, Лёля, если можно, можете рассказать, могу я рассказать. Давайте пять минут, и будем закругляться, пожалуйста. насчет... Мы с Лёля когда... Что мы шли когда-то с тобой на первый поток. А, да, мы шли, что мы давно работали, мы были с Владом, да. Знакомы, да. У нас была перспектива, что как бы мы работаем вместе. Там уже время покажет, я слепер, он слепер, или кто наоборот. Но вывернулось, даже во время учебы, мы думали, что будем вместе работать. После учебы начался период, когда у нас была практика ежемесячная после учебы. Мы опять-таки тоже имели с кем-то что-то уже по желаниям поработать. И в итоге, в итоге вообще не так сложилось, не так жизнь вернее даже соединила так, как не ожидал никто. То есть я на Ирину всегда смотрела, мне всегда было интересно поработать с ней, ну хоть один раз. Просто погрузиться. Интуитивно мне тянуло к этой женщине просто попробовать паре. У нее сложилась ситуация на тот момент сложная с работой, как нам казалось, что это было для нее тяжело, или для меня был тоже такой тяжелый период. А это был тот момент, когда вот так и паруют пары. Вот и все. Так и есть. Неожиданно, неожиданно соединились и получается продуктивность работы. Стало к лучшему. Будьте открыты, будьте открыты и не ставьте свои блоки, что только так и вот никак по-другому. Да, не надо себя закрывать лишней информацией или какими-то предубеждениями. Нужно быть открытым, а открытым всегда идет, так сказать, двери открываются, у кого сердце чистое и нет никаких... Можно я еще напоследок скажу? Давай, пожалуйста. Что касается чистки. Ну, это как, друзья, коллеги, хочу вам сказать, не забывайте мечтать. Хоть у нас есть такие знания, но это очень важно. Я всю жизнь мечтала встретить родственную душу. Ну вот, мне казалось, что вот я буду счастлива. Но я не понимала, конечно, что такое родственная душа. После чистки и вопросов куратору, когда, ну, Влад, Веры меня чистили, я узнала, конечно, там, какая я душа, что такое родственная душа. И вот через полгода после чистки я встретила родственную душу. И это вот действительно, для меня это чудо такое. Я замуж вышла после чистки, сразу же, практически. Алло, это еще одна реклама, Влад, это нужно пустить в тизер, дисклеймер всего. Девочки, мальчики, реально, к вопрос куратору родственной души. Еще я замуж выходила, у меня свадьбы были, и в этот момент у нас начиналось обучение. И реально, у меня завтра роспись, а я с Татьяной, если, не знаю, помните вы или нет, я погружаюсь, у меня, значит, этот номер люкс, я в Таллине, там какие-то гости говорят, так, мне нужно сдать работу. И мы с Татьяной в хронике Акаши. Это очень круто. Про родственную душу это прям вообще огонь. Все правильно. Жениться можно сюда, а обучаться один раз. Это вопрос к тому, что все наши жизни после обучения очень сильно меняются и поменялись. И все они меняются только в лучшую сторону. Можно сказать даже, что нет такого момента, вот сейчас у меня все получается, у меня сейчас вот открылось окно, вот сейчас могу идти в четвертый поток. Нет. Оно всегда будет максимально неудобно казаться. Да, а потом раз. Тут какие-то проблемы вначале, но кто... Эти же камушки кладутся для того, что, ой, камушек, нет, я туда не пойду. А кто пойдет, это тут и найдет истину. Понимаете? Друзья, я думаю, мы все, что могли, сегодня сказали нашим будущим ученикам и тем, кто интересуется обучением в школе, для кого это обучение, что им нужно сделать для того, чтобы достичь результатов, что их ожидает, какие возможности у них будут. Ну, я думаю, на этой позитивной ноте, если кто-то еще хочет что-то добавить от себя. Я бы хотела добавить просто, что ученики наши, уже коллеги, я бы назвала, работают, у многих есть свои YouTube-каналы, Telegram-каналы, ресурсы, на которых их можно найти. И вот, наверное, Влад подвидел, да, всех поставит, чтобы вы видели все. Все, кто присутствует здесь, в описании к этому видео мы дадим ссылку на YouTube-канал и на Telegram-канал, у кого Telegram-канал. И подпишем имя, кому обращаться, посмотрите, как работают наши выпускники, пишите им, если у вас будет желание, обращайтесь к ним. Это профессионалы. Со своей стороны мы... Да, будет так. А так и есть. А так и есть. Спасибо, рад всех был видеть. Спасибо, друзья. Надо такие встречи почаще делать. Субтитры создавал DimaTorzok